Братья, сёстры, лайки ставьте, подписывайтесь, комментарии пишите и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Можно ли на пациента воздействовать физически? Экзорцисты имеют в виду, может ли физически изгонять Джина? А, всё понял, хороший вопрос. Смотрите, может ли человек, который изгоняет Джина из одержимого, бить человека или шлёпать его, чтобы изгнать Джина, который в него селился? На самом деле опытный экзорцист даже не прикоснётся к пациенту, и при этом сможет изгнать Джина. Да, сёстры, пожалуйста, задавайте. Да? Амулеты, да? Но об этом часто спрашивают. Прежде всего, вы должны понимать, что в этом вопросе учёные разногласят. Единого мнения среди них нет. Действительно, есть хадисы, в которых передаётся, что послан Николан сказал, что амулеты — это многобожие. Почему послан Николан так сказал? Потому что амулеты в его время, они действительно были проявлением многобожия. На амулетах писали языческие вещи. Писали именно богов, в которых верили в некие. Теперь вопрос. А вообще, какие-нибудь амулеты мы можем использовать? Дозволено это по исламу. А у вас позволяет это? Здесь учёные разделились. Например, в комментариях к сборнику Бухари, имама Хаджира Аскаляний, говорится, для того, чтобы амулет был дозволен, он должен соответствовать нескольким условиям. Есть хадисы, но не от самого пророка, а от его учеников, с подвижников. Приводится в сборнике мус над имама Ахмада, что с подвижники пророка Мухамада Саллаху Аняху Салям бывало писали что-то на листке и давали человеку, чтобы он приложил его к руке. И сообщения об этом переданы по хорошей цепочке. Они, не дарив, не слабые. Но так вот вопрос. Следует так же делать или нет? Имам Ибн Хаджир Аскаляний, допомилует его Аллах, пишет, что, во-первых, то, что написано на амулете, должно быть либо из Корана, или что-то такое, в отношении чего можно с уверенностью сказать, что это основано на словах посланника Аллаха. Там не должно быть написано ничего языческого, что можно трактовать как многобожие, вообще что-либо противоречия исламу. Написанное там должно быть понятно любому, кто это прочтёт. И имам пишет, самое важное, и, кстати, я думаю, большинство людей на этом подсказывают, в плане амулетов. Он пишет, человек, который носит этот амулет, должен на 100% верить, что только Аллах может его исцелить. А амулет сам по себе никакой силой не обладает. Даже если там аяты Корана, амулет тебе не поможет. Это вот как лекарство. Ты таблетки пьёшь и веришь, что только Всевышний Аллах поможет тебе посредством этих таблеток, если пожелает. А люди-то в итоге как делают? Амулеты надевают, пускай даже там написано что-то благое, и думают, ой, я забыл амулет надеть, теперь самое вот то-то-то будет. Лично мой совет вам такой, не нужны вам амулеты. Дело ваше, конечно, носить-то вы их можете, если они соответствуют этим условиям, которые я перечислил. Но самое сильное средство, которое вам доступно, это ваше собственное чтение Корана. Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.